Прямое кредитование от инвестора к заемщику является самым быстро растущим сегментом финансового рынка. А банковский кризис многих стран подтолкнул эту отрасль к невероятному росту. В некоторых странах ежегодный прирост этого рынка составляет более 200% в год. По данным многих аналитиков, инвестирование в этот сегмент является наиболее прибыльным и безопасным видом вложения собственных средств. На рынке появляется все больше платформ, которые предоставляют такие услуги. Одной из них является популярная инвестиционная платформа Кэшбери. Это интернет-платформа, где люди зарабатывают, выдавая займы. Чтобы начать зарабатывать, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать тариф и создать инвестицию. Далее система автоматически распределит ее на выдачу займов таким образом, что выдаст не более 5% от суммы вашей инвестиции на один займ. И вы становитесь владельцем инвестиционного портфеля со множеством займов. Заемщик возвращает деньги удобными способами, а доход пропорционально распределяется между инвесторами, вошедшими в займ. На платформе Кэшбери есть возможность инвестирования в такие сегменты, как микрозаймы частным лицам, кредитование малого и среднего бизнеса, а также финансирование под залог имущества. Доходность составляет от 132 до 400% годовых в зависимости от выбранного тарифного плана. Вы сами определяете желаемую доходность, срок и сумму инвестирования. Наша команда – это профессионалы с многолетним опытом работы в сфере финансов. Мы умеем работать и любим наш труд. Наша миссия – сделать так, чтобы как можно больше людей зарабатывало с нами, чтобы инвестиции стали для всех, а не только для избранных. Мы верим, что только вместе можно добиться всего, о чем мечтаешь. Кэшбери. С нами просто и прибыльно. Шокирующие кадры из Индии. В штате Ариса. Медведь растерзал таксиста, который хотел сделать селфи с косолапом. Лев Шамба из частного питомника в Великобритании напал на своего хозяина – 72-летнего Майка Ходжи. Мужчину с тяжелыми травмами лица и шеи увезли в больницу, а животное пришлось усыпить. В чешском городе Ступово львица напала на журналиста во время съемок документального фильма о необычных домашних животных. Хищника удалось оттащить. Мужчину спасли. Африка. Разъяренный леопард напал на охотника. Мадагаскар. Двухметровый морской окунь заглотил руку дайвера, как мелкую рыбешку. В Чехии полицейских атаковала корова. Человек проигрывает в схватке с дикой природой. А ведь она готова преподнести ему новый сюрприз. Ученые подтверждают, доисторические океанские монстры живы и, более того, разумны. Смертельно опасные домашние любимцы. Чаще всего бешенство встречается у ежиков. Существа, о которых мы ничего не знаем. Руки не разлагаются. Из-за этого все больше и больше появляется призрак. Увидеть НЛО и умереть. Чем опасны твари из космоса? Другая энергетическая кодировка, которая может быть несовместима с кодировкой физических тел человека. Они существуют. В Мексике спелеолога едва не сожрал подземный дракон. Новая страшная тварь развешивает лис по деревьям в Республике Беларусь. Ну, это, естественно, хищник. Причем хищник серьезный. Бегает на двух ногах и видит в полной темноте. Где на самом деле живет снежный человек? Убийца мужей. Почему этого зверя в Африке боится каждый охотник? На планете живет немало существ, которых иначе как ужасными не назовешь. Многие из них ненавидят людей и обладают целым арсеналом зубов, когтей и копыт, с помощью которых они убивают своих жертв жестоко и без промедления. Что таят в себе морские глубины? Скрытые в темноте от человеческих глаз, их обитатели имеют невероятные формы и удивительные способности к выживанию. Какие чудища выползают на охоту во тьме ночного леса? И может ли человек чувствовать себя в безопасности в пещерах и заброшенных штольнях? Топ самых страшных и опасных существ в мире. Многие из них ученые пока не смогли опознать. Но сумели запечатлеть на видео. Где обитают эти монстры и как от них уберечься? Только в засекреченных списках. Шокирующее видео самых страшных тварей со всех уголков света. Шокирующее видео Самый непредсказуемый киллер северных широт. Медведя боятся даже опытные дрессировщики. Он просто сидит, 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 и он кидается. Вот косолапый набросился на машину. Хищник в два счета расправился с колесом и ринулся в атаку на зеватку. Горе охотник из Канады решил, что отобьется от косолапого луком. И вот в считанные секунды человек из охотника превращается в жертву. У медведей отсутствуют мимические мышцы. И по их морде никогда нельзя понять, что они за дух. А вот такого, на первый взгляд, безобидного пловца сняли в Красноярском крае. Хорошо, что хищник позволил людям уйти. Иначе этих кадров никто бы не увидел. Медведь – зверь любопытный. Он любит заглянуть в гости и зачастую совсем никого не боится. Но даже прирученный зверь может в одно мгновение превратиться из мохнатого симпатяги в дикого убийцу. Ты должен понимать заблаговременно, то есть заранее, о чем думает животное, если мы тем более говорим о хищнике. Потому что если вы не будете его понимать, то вы станете жертвой уже буквально в кратчайший срок. Но иногда жертвами становятся даже опытные, хорошо знакомые с повадками хищников люди. У этих существ мощнейшее оружие. И они умеют и хотят его применить. Настоящие чудовища далеко не всегда огромные и страшные. Многие из них выглядят мило, красиво и даже добродушно. В действительности они и есть самые опасные твари на Земле. Хит-парад реальных чудовищ открывают те, кто готов напасть на человека, не раздумывая. Они на седьмом месте за секречного списка. Опасные звери в каждом уголке Земли. В Азии это слоны, тигры и верблюды. Последние, хотя и не выглядят устрашающе, но на самом деле легко пускают вход челюсти и копыта. А еще верблюды одним ударом способны раскроить обидчику череп. В Африке самое опасное травоядное животное – кафорский буйвол. Несмотря на то, что этот бык питается травой, он признан одним из самых агрессивных зверей на планете. Санцы кафорских буйволов чрезвычайно агрессивны, особенно в брачные периоды. И от них, кстати, было очень часто гимно охотники, которые приезжают на сафари. Местные называют их убийцами мужей. Ведь эти рогатые отправили в мир иной больше охотников, чем все местные хищники вместе взятые. Этот бык подтвердил свой статус. Во время кориды он легко преодолел защитный барьер и начал убивать зрителей. Зверь, как пушинку, поднял женщину на рога и выкинул ее за пределы арены. В северных широтах одни из самых агрессивных животных — лоси. Эти лесные лошади с огромными рогами способны за несколько секунд затоптать кого угодно. Вот турист на снегоходе не поделил с парнокопытным тропинку. Человеку пришлось стрелять. А норвежским лыжникам повезло. Огромный самец кинулся в атаку, но в последний момент передумал и пробежал мимо. Для него снег по грудь не помеха. Не избавляя скорость, лось пронес все мимо испуганных людей. Все эти звери большие и уже одним этим опасны. Но размер не всегда имеет значения. Порой и очень маленькие звери могут серьезно покалечить или даже убить. Самые страшные твари и где они обитают. Далее в программе. Каково это жить с призраком под одной крышей? Леденящий кровь репортаж засекреченных списков. Это место очень темное и опасное. А тут что-то уже падает, надо уже отсюда уходить. Как неизвестные болезни убивают охотников за непознанным. Новое поколение лабораторных крыс. Смертельно опасных для человека. Это крысы псевдоканнибала, потому что они идут мертвую личину, но именно человеческую. Чёрная вдова и каракурт. Каждая нога заканчивается зубом. Где в России можно нарваться на ядовитого паука, опасную змею и клеща-убийцу. Расплодились практически по всей территории центральной России. Еноты-зомби. Как пушистые упыри несколько дней держали в страхе американцев. Курицы, попугайчики и другие пернатые твари. За что они так ненавидят людей? Самые опасные твари и невероятные места их обитания. Топ-7 самых жутких созданий, которые угрожают человеку. Это знаменитая американская чёрная вдова. Но мало кто знает, в России живёт собрат этого паука, который коварней в разы. Такие пауки тут у нас живут. Российский каракурт в 15 раз ядовитее гремучей змеи. Его укус смертелен. В конце апреля он выходит из спячки и начинает охоту. Паук обитает в южных регионах. Но в последние годы забирается всё севернее. Теперь его находят даже в Московской области. Все пауки, живущие на свете, вообще все. Вот самый маленький, самый большой, какие угодно, смертельно ядовиты. Причём они смертельно ядовиты для человека. Причём для любого человека. Почему же люди не умирают массово при контакте с пауками? Потому что у паучков, у большинства паучков, нет возможности прокусить человеческую кожу. А ещё в России можно запросто столкнуться с ядовитой змеёй. У нас живут 16 смертельно опасных видов чешуйчатых пресмыкающихся. Чтобы впрыснуть смертельную дозу, гадюки требуются доли секунды. Но среди животных много тех, кто умело маскируется под милых и безобидных созданий. А ведь в схватке за жизнь мышцы не всегда главное. Внешний вид этого опасного зверя очень обманчив. Лиса Патрикеевна обитает у нас в стране повсеместно. Так рыбаки очень любят подкармливать рыжих плутовок рыбой или колбасой. Эксперты засекреченных списков предупреждают. К человеку выходят только больные животные. Эти хищники – главные переносчики бешенства. Бешенства много. Бешенство – болезнь смертельная. Она не лечится. Бешенство не диагностируется по крови. То есть, если человек укушен, то по его анализу крови понять, что он инфицирован нельзя. А ведь стоит немного расслабиться, и рыжая бестия обязательно укусит. Ух ты! Через несколько часов у зараженного воспаляется кора головного мозга. Последствия необратимы. Ежегодно в мире от бешенства умирают 50 тысяч человек. Для сравнения, это население небольшого города. Такого, как, например, Геленджик. А вот свой дикий характер показывает еж – милый колючий питомец. Ежики, когда сворачиваются в клубочек, некоторые неопытные граждане пытаются засунуть в клубочек пальцы и такой клубочек развернуть. В таком случае ежик может так располосовать палец, что потом ноготь обратно не приделаешь. Но в этот момент он с вероятностью в 60% занесет вам бешенство. Люди приносят в дом этих лесных обитателей, купают, играют с ними, позволяют общаться с другими домашними питомцами. И вот чем это может закончиться. Ай, упустил. Ежики – это что? Вот Америку атакуют еноты. Некоторые города в штате Огайо штурмуют пушистые зомби. Сотни особей, не боясь людей, слоняются по улицам и пытаются проникнуть в дома. Животные ведут себя странно, не реагируют на крики, а из пасти у них течет ядовитая слюна. Я видел этих енотов. Они были очень странными. Их зубы. Один из них оскалил пасть и упал на взничьи, будто бы впал в кому. Казалось бы, бобры – мирные строители плотин. Но своими зубами они перегрызают деревья. Обитатели рек, не задумываясь, кидаются на людей. Этого глухаря охотник выследил в лесу и попытался рассмотреть поближе. Однако птица решила проучить его за любопытство. О, ни хрена себе. Вот это глухарь. Девушка хотела сделать селфи, но ворон был в плохом настроении. Ворон нападает. Такое не снилось и фичкопу. На человека с камерой кинулся гусь. Агрессивной может быть даже обычная несушка. Эй, папи. Домашний попугайчик. Ему явно не понравилась музыкальная тема. И он вцепился в нос скрипачу. Милые и на первый взгляд безобидные зверята на седьмой строчке засекреченных списков. Не переключайте. Впереди еще шесть страшных тварей. Далее в засекреченных списках. Почему военные скрывают правду о контактах со странными существами из космоса? Для человека он опасен, потому что мы не имеем защиты. Туристический лайфхак. Как поймать морского окуня на собственную руку? Жуткие находки. Какие странные твари живут рядом с нами? С чем мы столкнемся в отдаленном будущем? Будут все друг на друга охотиться. Мохнатые, зубастые и очень страшные. Шокирующие встречи с обитателями подземного мира. Кто лучше? Злой автоинспектор или доброе привидение? И как ученые объясняют существование призраков? Они такие бестелесные, полупрозрачные. А прямо сейчас. Осторожно. Быкующие коровы. Смертельно опасные домашние животные. Мимимишки. Зоологи считают их самыми непредсказуемыми существами в мире. Страшные твари и где они обитают. Топ-7 самых жутких созданий на Земле. Только в засекреченных списках. Обычная история для российской глубинки. Охотник подобрал и одомашнил медвежат. Кончается банка, да? Заглядываю. Все, ну. Купает их, кормит из соски, играет. А пользователи сети этим восторгаются. Но эксперты предупреждают. Эта прелесть через полгода может стать смертельно опасной для своих спасителей. Но самые опасные не дикие звери, которые живут в лесах и на болотах. А те, кого с улыбкой называют братьями нашими меньшими. Котики в ленте. Такие милые видео. Верное средство от плохого настроения и офисной рутины. Эти милашки в шапочках научились выпрашивать еду с помощью звонка. Причем полосатый жадина пытается получить дополнительную порцию за счет менее хитрого соседа. А вот что происходит, когда у животного заканчивается терпение, и милый пушистик превращается в настоящего зверя. Хозяину приходится использовать при общении с домашним любимцем толстые рукавицы. Кот явно не настроен на разговор. Опасно. Играем с огнем. Смешного мало. Все эти люди действительно играют с огнем. 90% кошачьих укусов опасны. Такие шокирующие выводы сделали американские ветеринары. Список болезней, которыми могут заразить человека милые коты, поражает. Энцефалит. Токсоплазмоз. Тулеремия. И, конечно, бешенство. По статистике тех же ветеринаров, каждая кошка хоть раз в жизни кусает кормящую руку хозяина. И часто это происходит по вине людей, которые провоцируют домашнего хищника на такое поведение. Собачники мало чем отличаются от катаманов. Видео со смешными четвероногими набирают миллионы просмотров. Эти кадры стали очень популярными. Пес Арчи не хочет идти домой. Миллионы пользователей соцсети оставили забавные комментарии. Это я так иду на работу. И хорошо улицу подмели. Но были и те, кто сделал правильные выводы. Хаски мучается в городской среде от недостаточной активности. А воспитанием серьезного зверя никто не занимается. Отсюда и такое поведение. А это следующая стадия непослушания. Вот что происходит, когда нарушают личное пространство охотничьего пса. Даже маленький карманный дружок может легко попортить лицо. Попытка снять красивое селфи заканчивается наложением швов в травмпункте. В народе говорят, порезался или натер ногу, дай залезать рану своей собаке или коту. И это, пожалуй, самое вредное народное средство. Потому что слюна собаки содержит гораздо больше, вопреки общественному мнению, гораздо больше всяких разлагающихся веществ. Собак любит поесть и дерьма, и тухлятины. И поэтому такие раны заживают плохо. А вот тоже домашнее животное, но в сельской местности. Полицейские находят сбежавшую от хозяина буренку и пытаются ее вернуть. Но не тут-то было. Один из самых верных и проверенных помощников человека – лошадь. Арабский жеребец возбужденно ждет выхода на старт. От нетерпения кусает хозяина. А эта молодая лошадь отрывает своему наезднику штанину. При желании конь мог бы легко перекусить и коленную чашечку. Новая мода городского человека – заводить дома обезьян. О, как? Не это. Сражаясь с человеком в кулачном бою, обезьяна выходит из боя победителем. Но обезьяна – это еще что? Из моды не выходят настоящие свиньи. Это мое маленькое домашнее животное. Обними ее. Как ты ее обнимаешь? Стоит мини-свинка недешево. В зависимости от расцветки и родословной – до 30 тысяч рублей. Но вот только вместо милого поросенка заводчики все чаще подкладывают хозяевам настоящих свиней. Когда мы купили Эстер, нам сказали, что она останется крошкой. Канадцы Дерек и Стив поняли, что их обманули, когда Эстер стала стремительно набирать вес. Сейчас масса животного приближается к 300 килограммам. Но вот насчет интеллектуальных способностей заводчики не обманули. Свинья сама открывает холодильник и, учитывая рост, дотягивается до всего, что там находится. А еще Эстер любит, когда ей чешут живот, а спать предпочитает на диване в гостиной. Этой свинке повезло. Ее не пустили на село, а сделали звездой интернета. Дерек и Стив ведут странички Эстер в соцсетях, где выкладывают ее новые наряды и забавные видео. А многие подписчики свинских блогов сообщают, глядя на таких очаровашек, они решили совсем отказаться от мяса и стать вегетарианцами. Далее в программе. Как уберечься от создания неизвестного даже науке. Берегись существ с неба. Инопланетные опыты на людях. Об этом эксклюзивное интервью американский радиоведущий. Они поднимали меня с собой в воздух для того, чтобы полетать. А прямо сейчас. 70 лет безуспешной борьбы с самым живучим сорняком в мире. Какие зловещие сюрпризы ждут россиян в этом дачном сезоне. Дальше еще интереснее. Самые страшные и кровожадные против человека. Только в засекреченных списках. Это видео набрало около 10 миллионов просмотров. Отец вытаскивает у сына клеща с помощью подручных средств. Делаем обычный вот такой узелочек. Теперь этого клеща мы должны как в лесу поймать. Если посмотреть карты распространения энцефалитного клеща 60-70-х годов и сравнить их с нынешними, можно обратить внимание, что ареал его расширяется. И, например, сейчас он встречается и в Смоленской области, и в Сверской области. Внимание! Смертельно опасный энцефалитный клещ – творение рук человеческих. По одной из версий, именно так во время русско-японской войны биологи страны восходящего солнца планировали победить Красную армию. Да, японцы в 30-х годах создали отряд 731, который занимался непосредственно биологическим оружием. И в частности, они экспериментировали с аксоидными клещами и сделали их переносчиками вот такого вида этого самого энцефалитного клеща, с помощью которого им удалось уже в 30-е годы заразить достаточно большую территорию Советского Дальнего Востока. В этом году российские ученые обнаружили новую разновидность клещевого энцефалита. Пока специалистами он не изучен. Основная опасность в том, что этот вид вируса сочетает в себе сразу несколько штаммов энцефалита, включая смертельный – сибирский. Еще один неуправляемый монстр – колорадский жук. Многие десятки лет он активно пожирает второй хлеб России – картошку. Считается, будто он чистокровный янки. Но, как выяснили ученые, историческая родина этого листоеда – Мексика. Испокон веков он ел там табак и послев. Именно оттуда колорадский жук и дополз до скалистых гор на западе США. А потом на пароходах попал в Европу и Россию. Так человек стал причиной распространения этого паразита. Большая проблема была и в Америке, и в Европе. То есть везде, где выращивали картошку, везде, так сказать. Раньше идешь мимо полей, они все красные от вот этих личинок. Кадры не для слабонервных. Ожог второй степени – от обычного борщевика. Эту лудыри надо прокалывать. Причем все это должно осуществляться в стерильных условиях. После контакта с этим растением на теле остаются уродливые шрамы, которые уже ничем не свести. Вот что происходит с кожей человека, стоит лишь прикоснуться к этому сорняку. В принципе, от него даже можно умереть. Учались дети слепые. Считается, что борщевик нам завезли из Грузии по личному указу Сталина, который собирался таким образом решить послевоенную проблему корма для скота. Отсюда и народное название этого растения – трава Сталина. Но идея сажать борщевик повсеместно и кормить им домашний скот привела к тому, что молоко у коров стало горьким. Пока решали, что делать и чем его заменить, коварный ядовитый сорняк вышел из-под контроля и оккупировал огромные территории. Теперь садоводы наперебой делятся рецептами, как истребить это гигантское растение. Я покажу сегодня вам, как убивать борщевик. Мы накрываем банкой этот корень. И забиваем его ногой. И каждый год с ядовитым растением борются тысячи людей по всей стране. Его выкашивают, жгут, травят гербицидом. Но он неизменно вырастает вновь, напоминая о глупом эксперименте человека. Самое глубокое и красивое озеро мира. Байкал стремительно превращается в болото. 60% его дна и прибрежные участки покрываются склизкими водорослями спирогирой. Ученые считают, что одна из причин бурного роста спирогиры – дешевые стиральные порошки, которые сбрасываются в озеро с отработанной водой из прибрежных домов и турлагерей. Инты и питаются зеленые оккупанты. Как и борщевик с полей, спирогира вытесняет из озера всю растительность. Некоторые ученые назвали ситуацию необратимой. У Черного моря враг другой – рапана. Родина этих подводных улиток – Тихий океан, побережье Японии. Но прикрепляясь ко дну судов, хищный моллюск добрался и до России. Здесь популяция рапаны выросла до огромных размеров. Оказалось, что в наших краях у этой подводной улитки естественных врагов просто нет. Он же не был традиционным для Черного моря. Он – это агрессор, который пришел. Также его завезли когда-то с чем-то. Но этот рапан, он же поел всех мидий. Поел устриц, которые были в Черном море. А устрицы и мидии – это, в общем-то, съедобно и очень дорогое. И отловить его, выловить в отсутствие естественных врагов практически нет. Так что теперь он – хозяин Черного моря. Твари наши меньшие. На шестом месте за секречных списков. Далее в программе. Откуда взялся лесной монстр, который развешивает лис по деревьям? Ну, это, естественно, хищник. Вот, причем хищник серьезный. Пещерный космос и маленькие вампиры. Почему человеку лучше не встречаться с подземными жителями? Там своеобразный мир. Выживать могут только животные. Очень своеобразный. Увидеть НЛО и умереть. Чем опасны твари из космоса? Они опасны уже в силу того, что другие формы материи. А прямо сейчас новые доказательства существования призраков. Призраки так же, как микробы, так же, как бактерии. Шокирующие кадры. Люди атакуют бестелесные твари. Какие страшные существа обитают рядом с человеком? Только в засекреченных списках. Интернет переполнен шокирующим видео странных нападений. На людей вдруг налетает нечто необъяснимое. Одни пользователи называют это темной материей, другие призраками. Третий – сгустком отрицательной энергии. Вот мальчик забрался на крышу, чтобы поиграть, пока родителей нет дома. Внезапно он получает сильный подзатыльник, как будто разозлил кого-то из взрослых. А этот дикий ночной кошмар мексиканского рабочего зафиксировала камера наблюдения в строительной бытовке. Мужчины отдыхают. Как вдруг открывается дверь. Через несколько секунд неведомая сила начинает поднимать спящего за ноги. Человек, повисший в пространстве вниз головой, в ужасе просыпается. Коридор одного из английских отелей. Черный сгусток налетает на молодого человека, сбивает его с ног, да еще и волочет несколько метров по помещению. Парень в страхе убегает. Это тоже отель, но уже в Малайзии. В столовой заведении мебель как будто таранит женщину. А когда та оказывается на полу и пытается ползти к выходу, столы вдруг сами собой преграждают путь к спасению. Несчастная теряет сознание от ужаса. Академик Владимир Ефимов пережил две клинические смерти и знает точно, твари, которых мы привыкли считать потусторонними, встречаются чаще, чем нам кажется. Я вообще-то сталкивался с очень серьезными вещами за пределом материального мира, потому что проходил или меня проводили через две клинические смерти для того, чтобы познакомиться. Знакомиться с призраками иногда приходится не только тем, кто пережил кому, но и первым лицам государств. Например, 37-й президент Бразилии Мишель Темер вместе с семьей спешно покинул свою официальную резиденцию Альварада, испугавшись призраков и плохой энергетики. Как сообщает английское издание Daily Mail, глава государства не мог заснуть, чувствовал странное беспокойство. Даже священника приглашал. Но в итоге ему пришлось сдаться и покинуть особняк. Президент Бразилии Мишель Темер уехал из своей официальной резиденции из-за призраков. Страшные твари, перед которыми наука бессильна, на пятом месте засекреченных списков. Знаменитый британский актер Хью Грант сменил жилье из-за странной сущности, которая пугала его детей. Сыновья Хью в один голос утверждали, что по дому бродит призрак маленького мальчика, и плакали вместе с ним. Популярная британская телеведущая Кэти Прайс выложила на своей страничке в социальной сети фотографии странных существ, которые якобы захватили ее дом в графстве Сассекс. На снимках, по словам девушки, призраки мальчика, девочки и демона. Прайс не намерена менять жилье и собирается обратиться за помощью к охотникам за привидениями. Во время создания нового голливудского фильма «Бен вернулся» в съемочной группе пришлось успокаивать Джулию Робертс, которую, по ее словам, тревожили души умерших во время сцен на кладбище. В Кесарии на ежегодном съезде израильских нейроиммунологов были представлены шокирующие результаты исследований. Душа человека действительно существует, и, как выяснилось, весит ровно 21 грамм. Медики на современных высокоточных устройствах взвешивали людей в момент их смерти и после. Эксперимент длился несколько лет. Ученые пришли к выводу – все тела теряли ровно 21 грамм веса. Профессору Михе Райфу, заведующему отделением одного из медицинских центров Тель-Авива, даже удалось исследовать и описать этот странный феномен – легкую субстанцию, отделяющуюся от тела человека после смерти. Сегодня мы знаем – отделяющаяся от тела субстанция состоит из крайне малых и отделённых друг от друга атомов. Их плотность в 176,5 раз меньше, чем у воздуха. И, похоже, эта тёмная субстанция хранится не в каком-то определённом органе, например, в сердце. Она равномерно окутывает человека. Но почему в наши дни эту тёмную субстанцию встречают всё чаще и чаще, причём не в какой-то одной стране, а во всех уголках мира? И зачем она нападает на людей? Писатель Николай Калиниченко выдвигает собственную шокирующую версию. Вот, да, в последнее время действительно заметили эти монахи, которые через каждые три года раньше хоронили. Потому что, чтобы место экономить, человек три года прошёл, прошло, через три года он уже разложился. Открывает могилу, а он там лежит, как святой, не разлагается. Вот, так вот, биологи пришли к выводу, что он не разлагается, потому что он ест консерванты. Из-за этого всё больше и больше появляется призраков и привидений. Это может привести к глобальной контактной структуре. По мнению Николая Калиниченко, до тех пор, пока тело не начнёт разлагаться, эта странная субстанция не может раствориться в пространстве, а значит, остаётся среди живых. Но зачем призраки нападают на людей? По мнению экспертов, эти тёмные сущности питаются отрицательными эмоциями, которые человек испытывает при сильном испуге. Маркетологи крупного американского автомобильного концерна провели исследование российского рынка и очень удивились. Оказалось, что наши водители больше всего боятся сотрудников ГИБДД и... призраков. Профессиональный путешественник Игорь Соколов рассказывает, загадочные субстанции на дорогах действительно встречаются нередко. У меня был самого такой случай, когда мы ехали на КАМАЗе, и вдруг вот на дороге стоит человек, и мы прям врезаемся в него, но никакого удара мы не почувствовали, а увидели просто голову, которая вот прошла сквозь кабину. То есть видели мы его визуально вот глазами. Это было, конечно, достаточно страшное зрелище. Это запись придорожной камеры наблюдения в Гонконге. На кадрах отчётливо видно. Перед мотоциклистом внезапно появляется белая бесформенная фигура. Ошеломлённый мужчина останавливается. Сгусток исчезает. Только для того, чтобы несколько мгновений спустя появится снова, но в другом месте. Мотоциклист в ужасе убегает. Ещё одна страшная и странная история в селе Бабаи Харьковской области. В поле видеорегистраторы автомобилей уже несколько раз фиксировали странную полупрозрачную фигуру без ног и головы. Как будто бы телосложение человеческое, по-моему, наш мужчина. И вот так, вроде, одно окно, второе окно. И всё. И вы ходите, и нет никого? Нет. С исследователем аномальных явлений Вячеславом Климовым съёмочная группа засекреченных списков отправляется в одно из самых страшных мест в России. В усадьбу Гребнево. Что-то видно. Видно какой-то силуэт. Полупрозрачный силуэт виден. Ещё несколько неосторожных шагов вглубь коридора, и призраки накажут охотника за привидениями за бесцеремонное вторжение. Шокирующие кадры через несколько минут. Только в засекреченных списках. Оставайтесь с нами. Далее в программе. Как подводная охота чуть не закончилась ампутацией. Находки странных существ по всему миру. Отбор на выживание приводит к появлению более агрессивных жизненных форм. Тысячи километров пугающей неизвестности. Что мы знаем про подземный мир планеты? Есть предположение, что в пустом теле планеты вообще другая цивилизация. А прямо сейчас летающие ножи, бьющиеся стаканы и падающие шкафы. Каково это жить в одном доме со страшной бестелесной тварью? Естественно, вот такие негативные встречи могут приводить и к смерти. Как призрак колдуна чуть не убил нашу съемочную группу. Это место очень темное и опасное. Тут что-то уже падает. Надо уже отсюда уходить. И как аргентинец подбросил мертвеца до дома. Самые невероятные и опасные твари, которые окружают человека, только в нашем проекте. В начале марта аргентинец Педро Пейроне обратился в полицию с жалобой на призрака, который испортил ему коврик в машине. На резине под пассажирским сидением остались расплавленные отпечатки ног пассажира. По словам Педро, он подобрал на дороге молодого человека лет 17. Тот попросил высадить его у кладбища. Когда машина остановилась около погоста, Педро почувствовал резкий запах гари. Он выскочил из автомобиля, чтобы проверить, всё ли в порядке. И в этот момент юноша буквально растворился в воздухе. Я вылезаю из внедорожника, чтобы посмотреть, может быть, горит какой-нибудь провод. И в тот момент, когда я вышел, я нигде не увидел этого типа. Стал проверять внутри машины, есть ли какое-то повреждение на приборной панели или что-то другое. И вижу, что резиновый коврик внедорожника расплавился по форме стоп этого человека. Услышав эту историю, полицейские только руками развели. Подбросил призрака до кладбища, то есть домой. Что ж, бывает. Хорошо, что отделывался лёгким испугом и испорченным ковриком. А вот испуг жителей этой питерской коммуналки лёгким никак не назовёшь. Саша, не ругайся. Рома, Рома, не в тебя хоть? Иди сюда выходи. Выходи оттуда. Смотрите, стёкла в серванте закрыты. Вот тебе, как вот это может быть? Вот, смотрите. Нет, это стакан большой, это вот там вот он на полочке стоял. Вот так же самое, я вот так же заходил в комнату, и вот так же просто передо мной стакан, бабах, всё закрыто, никого, ничего. Это видео разместил в своём видеоблоге протоиерей Константин Пархоменко. Обитателям нехорошей квартиры пришлось несколько ночей жить у родственников. Они боялись зайти к себе домой. В квартире творится невероятное, была вызвана полиция, полиция только посмотрела, как на сумасшедших на них и ушла. Отец Константин экстренно выехал на помощь. Свою небесный утешитель души истины. По словам священника, таких случаев в его практике было немало. Некоторые люди оснащают свои дома видеокамерами, а затем выкладывают в сеть вот такие кадры. И все это можно было бы списать на видеомонтаж, если бы не случай в Томской области. Там разбушевавшийся полтергейст был внесен в официальный полицейский протокол. Вот выдержка из рапорта. Правоохранителей вызвали утихомирить потусторонние силы. Во время нахождения сотрудников полиции по указанному адресу в непосредственной близости от сотрудника полиции в спальной комнате упал шкаф. После из навесной полки выпали книги, а из комнаты, в которой никого не было, вылетела палка. Усадьба Гребнево. Одно из самых страшных мест Подмосковья. За секреченным списком удалось зафиксировать здесь пугающие явления. Во время съемок из стен сами собой начали вываливаться кирпичи, которые чуть не задели исследователя аномальных явлений. Зададимся вопросом, почему привидение приходит в это здание, почему оно обитает. Скорее всего, оно охраняет эти руины. И какое-то некое проклятие лежит на этом здании. Это место очень темное и опасное. Тут что-то уже падает, надо уже отсюда уходить. Страшные твари из потустороннего мира попали на пятое место за секреченных списков. Еще и потому, что дома и квартиры, где они обитают, практически невозможно продать. Недавно риэлторы одного крупного столичного агентства опубликовали статью о том, что однокомнатная в Царицыне с призраком на кухне не продается уже полтора года, несмотря на рекордно низкую цену. А трешка в центре Москвы с хихикающим привидением меняет хозяев каждые два года. Далее в засекреченных списках. Новое поколение лабораторных крыс. Не подходи, съедят. Это крысы седра каннибала, потому что они едят мертвую чину, но именно человеческую. Какие черви заставляют дрожать землю? Мало кто об этом знает, мы вообще не знаем практически, что такие организмы есть. Лучшая приманка для рыбы это человек. Как поймать морского окуня на собственную руку и остаться в живых? Доисторические океанские монстры живы и более того разумны. Какие доказательства приводят ученые? Были случаи, когда что-то было необъяснимое. Топ-лист самых страшных тварей, которые обитают рядом с человеком. Смотрите прямо сейчас. Согласно одной из теорий эволюции жизнь зародилась в воде. В воде она нередко может и закончиться. В США огромный морской лев набросился на девочку. Сорокатонный кит атаковал лодку с британскими туристами. Выжить после такого удара вряд ли возможно. А вот другой гигант помоложе. Он решил поохотиться на яхту. Выпрыгнул на три метра и ударом головы легко, как соломинку, переломил на судне мачту. Обниматься с морским слоном наверное приятно. Но оказывается это небезопасно. С виду мирное и неповоротливое млекопитающее способно одним ударом ласты сломать человеку руку или оторвать голову. вот этого любителя подводных погружений от смерти спасло лишь чудо. Морской слон вдруг бросил дайвера как надоевшую игрушку и уплыл. Эту девушку до смерти напугал небольшой тюлень, неожиданно проплывший в нескольких сантиметрах от ее ног. О боже, я вижу его, я его вижу совсем близко. А вот его куда более агрессивный сородич кусает аквалангиста. А это видео снято у берегов Мозамбика. Парень выбрал для подводной охоты небезопасное место. В кадр постоянно попадают акулы. Но беда пришла вовсе не от них. Вот первый трофей. И как только аквалангист попытался снять его с гарпуна, на него напал двухметровый монстр. Это картофельный группер. Чудящее семейство акуней весом 100 килограммов мгновенно заглотило руку ныряльщика по локоть. Тут уж не до добычи. Ноги, точнее руки бы унести. Эти ребята отправились на рыбалку в водах Австралии. Они страшно обрадовались, когда на крючок попался кто-то большой. И явно не ожидали, что он окажется 300-килограммовым марлином. Гигантская Рыбина могла превратить охотников в добычу, когда чуть не проткнула одного из рыбаков острым носом. А вот турист, который хотел всего-навсего покормить рыбку. Но та довольствоваться малым не стала и вцепилась мужчине в руку. Схватка закончилась быстро. Возможно, Рыбина поняла, что вряд ли победит одна против всех и ушла под воду. Сколько еще хищных тварей в океане? Он изучен только на 5%. Как говорят океанологи, человек зашел в воду лишь по щиколотку. Дело в том, что практически глубинам мы еще не прикасались. Ну, то же самое погружение, допустим, в Марианскую впадь, начиная с погружения Пекара, ну, что это было на самом деле? Это было погружение длилось 5 часов. На дне они находились порядка около 30 минут. Практически в полной темноте, ну, при свете маленького, маломощного прожектора, который был. Что они могли увидеть? Ну, где-то десяток метров в одну сторону, десяток в другую. Ну, это практически ничего. По версии некоторых исследователей, по дном Мирового океана существуют глубокие провалы, в которых тоже есть жизнь. Евгений Черняев, герой России, капитан глубоководного аппарата МИР-2. Он провел под водой около 5000 часов и подтверждает, океан полон опасных сюрпризов. Были случаи, когда что-то было необъяснимое. Я понял, что в этом мире есть что-то, что не дано нам знать. Сегодня засекреченные списки заглянут туда, где обитают самые страшные и загадочные монстры из морских глубин. Они на четвертом месте нашего проекта. Время от времени на морских побережьях находят гигантские полуразложившиеся туши самых настоящих чудовищ. Ученые теряются в догадках, пытаясь их классифицировать. Неопознанных монстров, которых не удается причислить ни к одному известному виду, называют глобстерами. Может ли океан выбросить что-то большое, что мы не знаем, какое-то существо? Я думаю, может. В глубинах океана полно еще существ, которых мы никогда не видели и не знаем. Одни чудища напоминают динозавров. Другие вообще ни на кого не похожи. Капитан первого ранга Владимир Шигин считает, раз такие создания водятся в океане, у них наверняка есть не только инстинкты, но и разум. Через весь Атлантический океан с севера на юг тянется такой среднеатлантический хребет. Это совершенно терраинкогнито. По площади он занимает несколько раз больше, чем Европа. Это область, которая имеет свои горы, там, значит, перевалы какие-то, значит, долины, пещеры, огромное-огромное пространство, которое практически не исследует. Недавно вблизи Марианской впадины ученые обнаружили зуб доисторической акулы Мегалодона. Считается, что эти древние монстры весом около 50 тонн и длиной в 20 метров вымерли много миллионов лет назад. Однако некоторые эксперты уверены, вот этим огромным зубом кто-то совсем недавно пользовался по прямому назначению для пережевывания пищи. Мегалодон, считается, пропал, исчез где-то полтора миллиона лет назад. Вот, поэтому ряд палеонтологов считают, что зуб Мегалодона более новые и уже относятся к историческому периоду, то есть где-то чуть несовместимо с жизнью человека уже соприкасаются, да, и это значит, наводит на мысль, что может быть Мегалодон жив. Главное тому доказательство вот это пугающее видео. Его сделали японские ученые, изучающие тайны Марианской впадины. Огромное длиною в пару десятков метров существо появилось у кормушки, которой приманивают глубоководных акул-гоблинов. Но в океанических глубинах обитает еще один доисторический монстр. В его существовании уже не сомневается никто. Кракенами называют гигантских головоногих моллюсков. И это не выдумка создателей фильма «Пираты Карибского моря», а самая настоящая реальность. Длина его мантии может достигать 10 метров, а вес около тонны. Гигантский глубоководный кальмар, да, есть такое явление, действительно, да, и все эти истории, вот там, схваток гигантских кальмаров с кашалотами, которые ими питаются, вот это все правда, да, потому что кашалоты заныривают на глубину в километра полтора именно в поисках крупных кальмаров. А это детеныш гигантского кальмара. Японский дайвер снял его около острова Хонтью. Малыш всего каких-то 7 метров в длину. Его глаз 27 сантиметров в диаметре. В интервью CNN дайвер Акино Букимура признался. Он даже не думал, что монстр может быть опасным. Он пытался заключить меня в свои щупальца. Еще одно чудовище, правда, не морское, а пресноводное – Несси. Городская легенда и Несса. Официальная наука не подтверждает, что в здешнем озере Лох-Несс живет динозавр. Но это не мешает городку неплохо зарабатывать на сувенирах с его изображением. А туристы регулярно увозят домой не только их, но и лично сделанные снимки монстра. Или даже видео. Один из последних роликов сделал Роб Джонс из Уэльса. Он снимает прогулочный катер, который плыл по озеру. Внезапно рядом с судном появилось некое существо с очень длинной шеей. Оно движется. Оно движется к берегу. Мы разве выпили уже? Путешественник Игорь Соколов считает, доисторические монстры могут жить под дном морей и водоемов. А живут в карстовых каких-то провалах, которые находятся под дном этого озера. В общем-то, вот такие карстовые проходы, они могут соединяться на большом расстоянии между озерными системами и даже с выходом в открытый океан. А в опасностях, которые таит в себе не только открытый океан, но даже мирные бухты. О том, чем могут закончиться игры с человеколюбивыми дельфинами и о том, как морской черт чуть не съел знаменитого голливудского режиссера, мы расскажем через несколько минут, только в засекреченных списках. Далее в программе. Бегает на двух ногах и видит в полной темноте. Где на самом деле живет снежный человек? Такие пещеры есть. Может ли там жить человек нашего вида? Как подводная охота едва не закончилась ампутацией руки? Удивительные твари и страшные монстры. Кто плавает в море буквально под вашими ногами? Некоторые из этих рыб, которые живут в толще воды на больших глубинах, они действительно ну это просто как пришельцы из космоса. А прямо сейчас почему считать будто дельфин друг человека это огромная ошибка? Только в засекреченных списках. От кого точно не ждешь удара в спину под водой? Так это от дельфина. Они же так любят людей. Плавают с ними в бассейне, показывают веселые трюки, спасают утопающих, даже детей помогают лечить. Но мало кто задумывается о том, что дельфины умеют еще и убивать. Эта девочка собиралась покормить милые создания, но животное начинает играть по своим правилам. Причем эти млекопитающие самые умные среди животных убийц. Даже кровожадные акулы побаиваются их зубов. Когда идет стая, акула старается держаться как можно дальше, но все равно как-то только они ее запеленговали, самцы выстраиваются в боевую колонну и начинают атаковать. И не уходят, пока не отбивают ей все внутренности, и акула не погибает. Этот житель морей сначала мило играл с аквалангистами. Но потом мужчина с большим трудом отбил свою спутницу от настойчивого ухажера. А это Ирландия. Агрессивное животное покусало женщину прямо у берега. А эти подводные охотники решают, как освободить руку мужчины из пасти морского черта. Вон палку взять с этим с гвоздем по башке дать. Но дать по башке это очень плохая идея. Так можно и руку потерять. Рыбак в защитном костюме стонет от боли. Ай, 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 ну, на вторая пасть. Наконец рыбаки спасают товарища с помощью палки. Им повезло, что рыба оказалась некрупной. Евгений Черняев специалист по глубоководным погружениям. Хорошо знаком и дружен с одним из самых успешных режиссеров в истории кино Джеймсом Кэмероном. Впервые Евгений и Джеймс встретились в 91-м году в Торонто на одной из конференций. Первой совместной работой стал фильм «Титаник». Тогда во время длительной подводной экспедиции к британскому трансатлантическому пароходу они и подружились. Второй крупной совместной работой стал фильм «Аватар». Оказывается, создатель блокбастеров только в процессе съемок решил, как именно должны выглядеть фантастические монстры из знаменитой картины. Однажды в их объектив попал глубоководный кальмар. Когда мы с Джеймсом Кэмероном погружались, делали двойной спуск, два аппарата, и задача была погружаться, ну и снимать друг друга. Пока аппараты погружаются, они светят светом, а как вы знаете, что этих животных привлекает свет. Еще один монстр океанических глубин – удильщик. Первый луч его спинного плавника трансформирован в некое подобие удочки. Он светится в темноте и привлекает добычу. Считается, что черт, как правило, около полутора метров в длину. Но Евгений Чернеев встречал экземпляры в три раза крупнее. Я подошел, думаю, какой-то странный камень. Пока вокруг разглядывал, вижу, да никак это рыба. Огромная. Стало это к ней тянуться манипулятором, она, возьми, да поплыви. Это удильщик огромный. Я не знаю, он, наверное, стонул где-то, подтонул, наверное, видите. Роман Федорцов, работающий на рыболовецком траулере, выкладывает в своем микроблоге фотографии необычных рыб, которые попадают в сети их судна. В его коллекции десятки различных снимков из разных частей света. Вот черная рыба без чешуи, маленькое рогатое прозрачное существо, склизкие монстрики пострашнее, чем в фильмах ужасов. И все это создала природа. Некоторые из этих рыб, которые живут в толще воды на больших глубинах, они действительно, ну, это просто такие, как пришельцы из космоса. Вот такие вот зубы, очень длинные, очень острые, тонкие, и, ну, это монстры, да, я согласен, да. И ведь большая часть чудовищ из глубин науке даже неизвестна. Это бездна, которую человек еще не заглядывал. И что может находиться на таких глубинах, на такой огромной площади, тем более в этих всех пещерах, в этих там, каньонах таких подводных, да, мы абсолютно даже не можем себе представить. А следовательно, никто не может сказать точно, нигде они водятся, ни насколько они опасны, нигде именно они могут всплыть на поверхность. Страшно, не правда ли? Именно поэтому твари из морских и океанических глубин оказались на четвертом месте за секреченных списков. Далее в программе. Инопланетное насилие. Откровение звезды американского радиоэфира об экспериментах над женщинами. Эксклюзив за секреченных списков. Я проснулась из-за кровотечения. Моя сестра отвезла меня в больницу. Когда врачи осмотрели меня, то спросили, где ребенок? Где ваш ребенок? Мохнатые, зубастые и очень страшные. Самые неожиданные встречи с обитателями подземелья. Звери-мутанты из секретных лабораторий. Они не вживляют ткани. Они выращивают гуманоидов весом около 20 килограммов. Чем они грозят человечеству? А вот под эти облучения мы не знаем, когда мы попадаем. Какие фантазии генетиков смертельно опасны? Уже начинают другие растения и другие формы жизни развиваться. Прямо сейчас монстры из пробирки и топ-3 самых страшных тварей. Дагестанские ветеринары в ужасе. У этого ягненка вполне человеческое лицо. Ярко выраженные нос и губы. Чем вызвана такая аномалия загадка? А это Китай. Новорожденный поросенок похож на героя фильмов ужасов. К тому же издает странные свистящие звуки. В США заводчик змей принес ветеринару необычного удава. У него две головы, которыми рептилия шевелит автономно. Рентген показал, у этого чешуйчатого создания еще и сердец сразу две штуки. И оба работают. В древнегреческой мифологии таких вот существ называли химерами. И похоже античные мифы стали реальностью. А виной всему человеческое любопытство и научно-технический прогресс. Химера недолговечное существо. И если из разных животных мы можем собрать, допустим, коту кроличьи уши, подсадить с помощью генетики, это запросто получится. Сейчас генетика дошла до того, что можно синтезировать любой организм, используя гены как кирпич. Но способны ли ученые контролировать результаты своих экспериментов? Вот в чем главный вопрос. Скорее всего, логично предположить, что химеры современные являются побочным продуктом эксперимента. Это не цель их создания. Это брак, который получается в ходе разработки подобных программ. Химеры, мутанты, невероятные существа, которых создает не природа, а человек. Они потихоньку выходят из укрытий и все чаще попадают в объективы любительских камер. И именно эти страшные твари занимают третью строчку засекреченных списков. В районе Фукусима японские рыбаки поймали странное существо. Что это за розовое нечто, оставляющее склизкие следы, не знает никто. Легендарный московский исследователь подземелий диггер Вадим Михайлов рассказывает, радиация даже в малых дозах способствует появлению мутантов, какие и не снились ученым из передовых генетических лабораторий. Я не верю в неагрессивную форму псевдожизни, потому что она должна выживать. В заповеднике американского штата Луизиана установили технику для ночной съемки. Предполагалось, что она поможет наблюдать за миграцией оленей. Но вместо рогатых парнокопытных в объектив попало человекообразное нечто. Изображения таких мутантов-полуношников, похожих на Голума из книги о хоббитах, пользователи интернета делают в самых разных частях света. Им даже название придумали «рейки», что означает «люди-грабли». Габаровские смельчаки вооружились травматическим пистолетом и с камерой ночного видения отправились в заброшенную больницу на окраине города. В одном из темных коридоров мелькнуло странное нечто. Видеоблогер от страха жмет на курок. Существо убегает. В объектив попадает только его нога. Фото и видео можно было бы объявить фальшивкой, а блогеров обвинить в желании любой ценой привлечь к себе внимание. Но недавно авторитетное издание MIT Technology, его учредитель Массачусетский технологический институт, опубликовало вот эту любопытную статью. Человеческие животные. Биолог Ян Вилмут рассказывает о своих планах на будущее. В ней утверждалось, что в престижном вузе полным ходом идут эксперименты по созданию получеловека полуживотного. Химеры людей и животных выращиваются в лабораториях США. Они не вживляют ткани. Они выращивают гуманоидов весом около 20 килограммов. Мы знаем об этом около 30 лет. Ученые пошли на это, преследуя благую цель. Они рассчитывают разработать технологию, которая позволит выращивать органы для пересадки тяжело больным людям. Однако благими намерениями вымощена дорога в ад. Это агрессивное животное, например, на основе волка, собаки, лисиц, разных похожих животных, создать такой супер агрессивный организм, которого выпускают, он начинает всех загрызать. Те, кто верит в снежного человека, считают, возможно, он тоже появился в результате подобных экспериментов. «Откуда взялся Бигфут или Йети или снежный человек? А может быть, это химерный организм, где участие человеческих генов еще от каких-то других животных, от обезьян, и вот создали, они убежали из лаборатории, эти Йети, теперь они живут в природе, оказавшись жизнеспособны». Игорь Бурцев, кандидат исторических наук, с гордостью демонстрирует свою находку. Он утверждает, это череп снежного человека. «Обращаю ваше внимание, смотрите, какой у него острый затылок, клювовидный, клювовидный затылок. Это тоже такая вот особенность, которая говорит об очень мощном рельефе, силе и так далее. Вот этот лишний шов, он обычно отсутствует у людей, а здесь он есть». Этот единственный известный науке артефакт в течение пяти лет изучали все ведущие лаборатории мира. Исследователи так и не смогли сказать, чьи это кости. Наполовину человек, а наполовину существо науки неизвестное. 109 образцов было исследовано, ДНК, выделили три полные ДНК и 20 порядка митохондриальных ДНК. И она, знаете, к какому выводу пришла? Что это никакие там непредковые формы, неандертальцы и так далее, а это гибрид с нами. Соединился какой-то неизвестный вид. Говорят, именно этот неизвестный вид зимой пугал лыжников в испанских пиренеях. Туристы боялись выходить на склон. А вот в республике Адыгея к снежному человеку привыкли. Жители горных районов рассказывают, что йети часто выходят к ним из леса. В горах Сухума был расположен знаменитый обезьян и питомник. И некоторые эксперты утверждают, будто к экспериментам по скрещиванию обезьяны и человека там приступили намного раньше, чем в США, в 30-е годы прошлого века. Но если йети действительно существует, то он хотя бы просто пугает человека, но не представляет для него реальной угрозы. А вот в мегаполисах из-за плохой экологии и обилия вредных веществ стали появляться чудовища, каких даже в фильмах ужасов не увидишь. О них через несколько минут, только в засекреченных списках. Далее в программе. Страшные твари из космоса. Почему военные скрывают правду о контактах с пришельцами? Для человека он опасен, потому что мы не имеем защиты. Тысячи километров пугающей неизвестности. Что мы знаем о подземном мире? Такой организм, который должен был погибнуть, а он обладает устойчивостью. Новое поколение лабораторных крыс. Почему они смертельно опасны? Это крысы все были каннибалы, потому что они мертвые чины, но именно человечества. Что за страшная тварь развешивает лист по деревьям на границах с Россией? Шокирующие кадры. Ну, это, естественно, хищник. Вот, причем хищник серьезный. Вы даже не представляете, что можно встретить прямо под ногами. Опасности, которые подстерегают человека на каждом шагу и самые страшные твари из лабораторий, смотрите прямо сейчас. Чистильщики канализации из Северной Каролины обнаружили в сточной трубе мерзкий сгусток слизи. Но вдруг субстанция начала сжиматься и попал в лапы стене. Мертвую крысу величиной с собаку лондонский инженер Тони Смит нашел возле детской площадки. Ее длина полтора метра. В своем блоге англичанин пишет, ему страшно представить, что здесь могли играть его сыновья. Наши же соотечественники по традиции ничего не боятся. Если видят крысу-гиганта, пускаются за них в погоню. Диггер Вадим Михайлов предупреждает, так вести себя с этой тварью нельзя. Новый вид городских грузунов очень агрессивен и может быть смертельно опасен. Она обладает всей той силой мускульной и отвагой, как реальная крыса небольшая. А вот этот размер в 45, где-то 50, может быть, даже до 60 сантиметров и до 25-30 в полке высотой это без хвоста, поражает воображение. Эти страшные мутанты устойчивы ко всем известным науке ядов. А их любимое лакомство человек. Это крысы псевдоканнибалы, потому что они едят мертвую личину, но именно человеческую. В связи с этим и их укусы крайне опасны, потому что на зубах, конечно же, мне потом рассказали ученые, которым отдавали это тело есть трупы ядов. И подобные мутации грузунов и хищников встречаются повсеместно. На днях жуткий получеловек, полупес задрал и съел двух собак в аргентинском Санта-Фе. А зимой белорусские охотники наперебой выкладывали видео со странными следами в лесу. Кто же отмех быть? Желки, что ли? Еб***ь. Интересно, что за страшная тварь могла выпить из лисицы кровь и повесить ее тело на дерево? Похоже, этот охотник знает, какая. Вот так этот зверок еще ходит называемый чупакабра. Вот его следы я первый раз увидел свежее. Вот по деревьям отлично лазает. Первые сообщения о неведомом существе то ли койоте, то ли кунице пришли из Южной Америки. Мексиканские скотоводы утверждали, будто злобные твари ночами пили кровь кур, коз и коров. А потом британские фермеры стали жаловаться, что неизвестные животные калечат овец, обгрызая им уши. Парагваи из реки достали труп животного напоминающее существо с древних гравюр, которое сегодня принято называть чупакаброй. Но вот живой ее никогда и никто не видел. Эти животные куда-то пропадают, их никто толком не видит. То есть, например, пытаются ставить на них какие-то силки, ловушки. Вот, согласно одной из гипотез, чупакабра существо внеземного происхождения или создание из параллельного мира. Я вообще предполагаю, что все вот эти существа, которые связаны с непонятным происхождением, они появляются из некого параллельного пространства. Видимо, есть места на Земле, где есть такие переходы. А вот диггер Вадим Михайлов уверен, химеры и монстры результат жизнедеятельности человека. Он своими глазами видел и гигантских пауков, и огромных пираний в столичной канализации. К нам в коллектор, когда мы их активно освоили, попадали пирани, которые даже зацеплялись за ноги и прокусывали химзу и весенную. Ясно одно, природа в соавторстве с человеческой безответственностью может создавать абсолютно реальных и совсем не мифических чудищ. Вот двухголовый кот из штата Массачусетс с кличкой Франк и Луи. Он ест в два рта и ведет вполне нормальный кошачий образ жизни. В Англии на берег моря выбросило странное существо с головой человека и хвостом рыбы. А вот что достали из реки белорусские рыбаки. Биологи и генетики объясняют, мутация это результат борьбы за выживание и побеждают в ней те, у кого есть запасная челюсть или дополнительный ряд острых когтей. Многочисленные любители непознанного ведут видеоохоту на существ, до которых не добралась официальная наука. Но возможно однажды химер станет так много, что они с человеком поменяются ролями. Далее в засекреченных списках. Они существуют. В Мексике спелеолога едва не сожрал подземный дракон. Мохнатые, зубастые и очень страшные. Самые неожиданные встречи с обитателями подземного мира. Увидеть НЛО и умереть. Чем опасны твари из космоса? Они опасны уже в силу того, что другие формы материи, то есть, я бы сказал так, другая энергетическая кодировка. Эксклюзив засекреченных списков. Об инопланетных опытах на людях рассказывает известная американская радиоведущая. поднимали меня с собой в воздух для того, чтобы полетать. А прямо сейчас солнечный ангел. Благословение или предупреждение? Впереди самые страшные монстры, которые живут рядом с нами. Итак, мы свидетели. Вообще непонятно чего я такого никогда в жизни не видел. Эти пугающие кадры сняты нашим соотечественником в американском Лос-Анджелесе. Их публикация вызвала шквал комментариев. По официальной версии, это конденсированный след от запуска ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Но некоторые в шутку полагают, что это русские ракеты наконец добрались до США. Другие же настроены серьезно и считают на видео запечатлен инопланетный корабль. Бывший военнослужащий армии США Джейсон Гливис в интервью мировым СМИ заявил, позже этот объект был расстрелян из тяжелых орудий, а само происшествие строго засекречено. Вечером 24 февраля 37-я береговая артиллерийская бригада начала стрелять по неопознанному объекту. Огонь артиллерии продолжался до 4 утра. НЛО удалось ликвидировать. Скотт Уорринг известный американский исследователь аномальных явлений. На днях он опубликовал странное фото. На нем можно разглядеть огромный летающий объект, зависший возле Солнца. Формой аппарат, зафиксированный приборами НАСА, напоминает ангела. Джон Эдмонс заводчик лошадей из Аризоны. Он продемонстрировал на своей страничке в соцсети следы нападения странных существ. На его руке четко виден трехпалый след. Теперь мужчина опасается за свою жизнь и жизнь своей жены. Он уверен, его семья стала жертвой инопланетной агрессии. Они поднимали ее с постели, она парила в воздухе, они пытались утащить ее на свой корабль. Полгода назад Джон Эдмонс выставил свое аномальное ранчо на продажу. Но несмотря на солидную скидку, никто так и не отважился его купить. Ведь слухи о том, что сюда захаживают странные гости, разлетелись по всему штату. Они опасны уже в силу того, что другие формы материи, то есть я бы сказал так, другая энергетическая кодировка, которая может быть несовместима с кодировкой физических тел человека, и тонких тел человека. Соответственно, они могут вызывать, например, сбои в работе внутренних органов, сбои в работе биополевых структур. Это известная американская радиоведущая Мишель Джонстон. За секречные списки записали с ней эксклюзивное интервью, в котором звезда эфира рассказала, она пережила то же, что и супруга Эдмонса. Они поднимали меня с собой в воздух для того, чтобы полетать. Я помню сам процесс полета с ними. Я видела крыши, верхушки деревьев. Американская радиоведущая рассказывает, после контактов с пришельцами, ее тело было напичкано чипами. Один чип выполнял роль сигнала вот здесь, в моем ведре. Чип, который находился вот здесь, глазной. Возможно, он нужен был для того, чтобы они видели то же, что видела я. Проще всего сказать, что это выдумка, игра воображения, а то и вовсе безумие. А как назвать историю Евгения Белышева из города Кольчугина Владимирской области? Во время операции по удалению спинной грыжи из его позвоночника извлекли загадочный предмет. Вот официальное заключение врачей. В теле россиянина нашли инородную металлическую пластинку размером с небольшую монету. Ученые исследовали материал, из которого был изготовлен странный предмет. Их вывод шокировал. Химический состав земной науки неизвестен. Тысячи людей по всему миру рассказывают о странных существах, которые вводили их в состояние гипноза и уносили на свои корабли. Всех их можно было бы всерьез не воспринимать, если бы не одно но. Официальная статистика. Только вдумайтесь в эти цифры. В России каждый день без вести пропадает 300 человек. Это примерно 120 тысяч в год. Из них находят чуть больше половины, порядка 70 тысяч. Куда исчезают остальные? Между прочим, теми, чье местонахождение и судьба ежегодно остаются неизвестными, можно заполнить два концертных зала размером с олимпийские. Мы нашли тех, кто объяснит, почему надо держаться подальше от любых неопознанных летающих объектов. Страшные твари из космоса на второй строчке засекреченных списков. Сотни очевидцев засняли и выложили в сеть вот этот странный объект. Он пролетел над московским районом Митино. Спустя пять дней на том же месте очевидцы вновь зафиксировали нечто напоминающее летающую тарелку. Андрей Сафронов был в числе тех, кто наблюдал это НЛО. По моим таким прикидкам, она пролетала на высоте примерно 30 метров. То есть ее линейные размеры достигали чуть больше метра. И при этом важно, что именно были видны мелкие детали на корпусе. Вот. И было свечение. Андрея будто ослепили. Глаза резко начали слезиться. Ощущение как будто глаза наполнили какой-то несжимаемой жидкостью и они готовы разорваться изнутри. Медведицкая гряда в Волгоградской области известна на весь мир как аномальная зона. Здесь почти каждую ночь можно наблюдать странные шары и объекты в небе. Вот он, вот он, приближается, чуть выше дерева. Генерал-майор запаса Михаил Ковальков. По его словам, военным хорошо известно, чем опасны такие встречи. для человека он опасен, потому что мы не имеем защиты от этого. Понимаете? Поэтому идти вот туда, вот села тарелка, сразу бежать туда. Не надо. Надо быть очень аккуратным в этом месте. Потому что на определенном расстоянии идет излучение, которое вредно для человека. Генерал вспоминает, как в ночь с 29 на 30 января 1986 года командование Дальневосточного военного округа подняли по тревоге. Жители Дальнегорска сообщили, что на горе неподалеку от города взорвался красный шар размером с луном. Михаил Ковальков был среди тех, кто тут же выехал на место предполагаемой аварии. Эту аварию видели тысячи людей этого города, что был взрыв на горе. Оказалось, что там ничего не было, кроме маленьких шариков и свинцовых. И типа маленькой вот как схема, микросхема. После этого генерал-майору резко стало плохо. Где еще можно столкнуться с НЛО? И как вести себя при встрече с неопознанным объектом? Расскажем через несколько минут. Далее в программе. Осторожно, двери открываются. Неужели пещеры ворота в непознанный мир? Есть предположение, что в пустом теле планеты вообще другая цивилизация. Маленькие вампиры. Почему человеку лучше не встречаться с теми, кто живет под землей? Там своеобразный мир. Выживать могут только животные. Очень своеобразный. Инопланетное насилие и эксперименты над женщинами. О страшных опытах над людьми рассказывает знаменитая американская радиоведущая в эксклюзивном интервью за секречным списком. Я проснулась из-за кровотечения, и моя сестра отвезла меня в больницу. Когда меня осмотрели врачи, они спросили, где ребенок? Где ваш ребенок? А также, чем рискуют свидетели появления летающей тарелки? Смотрите прямо сейчас в засекреченных списках. Неопознанный летающий объект на острове Русском. Смотри, садится вот в стороне моря. Сейчас хоп, в лес. Вот так выглядит место посадки НЛО в Челябинской области. Деревья будто придавлены к земле, а вокруг стена нетронутого леса. С высоты птичьего полета заметны явные очертания летательного аппарата. Другой, похожий, отпечаток. Эти кадры сделаны в Бразилии. Местным жителям даже удалось снять, как этот объект заходит на посадку. Бизнесмен и кинопродюсер Владимир Угличин готовит документальный проект о подобных случаях. И он уверен, что от таких объектов надо держаться подальше. Вы знаете, что тарелка издает высокочастотные естественные энергии, волны, и они там находятся какое-то долгое время, блуждающие, так сказать, и нельзя. В течение десяти лет на этом месте ничего не растет. Ни микробов, ни вирусов, ни таракашек, ни черничков нету просто. Владимир говорит, он собрал и тщательно изучил массу свидетельств и теперь может утверждать, что непрошенные инопланетные гости могут использовать земных женщин для генетических экспериментов. Да, беременность протекает в три раза быстрее, чем у нас. Ну, девять месяцев у нас в среднем вынашивают мамы, ребенка, то там три месяца. Потом ее опять в бодрое состояние вводят, опять то же самое. ее, ну, мягко говоря, насилуют, конечно, и опять вводят. И вот таким образом пока матка будет не изношена. Вот. И потом они ее возвращают на землю, но, естественно, ставят чип, чтобы они ее контролировали вот дальше. Звезда американского радиоэфира Мишель Джонстон в эксклюзивном интервью за секреченным списком рассказала очень похожую историю. Я проснулась из-за кровотечения, и моя сестра отвезла меня в больницу. Врачи осмотрели меня и спросили, где ребенок, где ваш ребенок? Я ответила, какой ребенок? О чем вы? Я не беременна. Я вижу, что вы были беременны. Где плод? Я ничего не знала о том, что была беременна. Астрофизик Лев Орлов подтверждает, такие случаи не редкость. Женщин, которые оказались жертвами внеземного харрасмента, не так уж и мало. Все, кто заявил об этом, прошли освидетельствование у врачей. Существует несколько недавних случаев с женщинами, как в России, так и в Америке и в Англии, когда вдруг ни с того, ни с сего, будучи, в принципе, в здравом уме и не имея никаких психических отклонений, женщины вдруг обнаруживали, что они беременны. И при этом случалось так, что в какие-то ночи они действительно, не будучи еще во сне, ощущали присутствие какого-то существа или, может быть, мужчины, то ли совсем невидимого, то ли полувидимого, который производил с ними какие-то необычные действия сексуального или псевдосексуального характера. По утверждению экспертов, внеземной разум интересует не только человеческий геном, но и новинки нашего вооружения. Иначе как объяснить тот факт, что НЛО так часто появляются рядом с военными объектами. Вот это видео сняли около крупнейшей базы Гуам в Тихом океане. Нечто напоминающее противотанковый ёж, будто бы перекатывается по воздуху. А вот уже другой летающий объект делает разворот над американским авианосцем. Есть данные, согласно которым Пентагон ежегодно тратит на изучение НЛО порядка 20 миллионов долларов. О том, есть ли в России военные подразделения, которые занимаются этой проблематикой официально неизвестно. Но вот что выкладывают на своих страничках жители наших приграничных городов. Недавно канадские астрономы опубликовали в авторитетном журнале Nature материал о необычных повторяющихся радиосигналах из созвездия Возничьего. И если верить авторам, их издает техника, созданная разумными существами. Ученый Пауль Шольц из университета МакГила и его коллеги выяснили, источник звука находится в так называемой тусклой галактике. Он удален от Земли как минимум на 140 миллионов световых лет. То, что мы не одиноки во Вселенной, можно считать доказанным фактом. А вот насколько более развитыми и оттого опасными могут оказаться внеземные цивилизации, пока можно только гадать. Именно поэтому страшные твари из космоса занимают второе место засекреченных списков. Далее в программе. На рыбалку с лопатой. В Африке в Земле живут самые страшные рыбы. Дрожь из-под земли. Где обитают гигантские черви. Мало кто об этом знает, мы вообще не знаем практически, что такие организмы есть. Тысячи километров пугающей неизвестности. Что мы знаем про подземный мир планеты? А прямо сейчас в засекреченных списках. Отчего Земля уходит из-под ног? Наша собственная планета задает нам массу загадок. Одна из них кто живет внутри нее? Только представьте диаметр Земли почти 13 тысяч километров. Самая большая дыра сделанная в ней человеком кольская сверхглубокая скважина, глубина которой не превышает 13 километров. Получается, о подземном мире мы знаем невероятно мало. Почти ничего. Глубокая пещера, я думаю, она станет самой глубокой, и думаю, будет страшно. То, что там внизу жизнь, люди верили еще в древности. Подземные монстры сегодня занимают первую строчку засекреченных списков. Эти кадры недавно облетели весь мир. В Африке появилась гигантская трещина. Ширина разлома около 6 метров, глубина более 15. Геологи предположили, внизу начал просыпаться огромный вулкан. Когда исполины пробуждаются ото сна, на поверхность выползают удивительные существа, констатируют ученые. Посмотрите, посмотрите, это рыба, она в коконе. В Африке для рыбалки часто нужна не удочка, а лопата. Местные жители выкапывают свой улов из земли. Это протоптеры, огромные до метра длинной рыбы. Они больше похожи на змей и крайне агрессивны. Не случайно рыбаки держат рыбу так, чтобы она не смогла укусить. Кстати, иногда подземные существа сами выползают на поверхность. Это существа из более глубокого мира, и там происходят некие изменения, которые заставляют их выходить клювы. И если океаны еще как-то изучены, то толчь земли продолжает хранить свои тайны. И о тех, кто живет там, в вечной темноте, человек знает крайне мало. Если смотреть внимательно, то можно разглядеть, что почва на этом видео как будто шевелится. Автор кадров уверен, поднимают грунт и раскачивают деревья, как пушинки, огромные подземные черви. Этого гиганта из подземелья сняли водители в Эквадоре. Червь длиной более метра неспешно переползал дорогу. В Австралии такие существа вырастают до трех метров и весят почти килограмм. Подземные монстры крайне редко выползают на свет. А вот это не очень приятное на вид существо гигантский корабельный червь. Только недавно ученым удалось поймать такого живым. Оказалось, он обитает в грязи филиппинских лагун и питается сероводородом. Такой организм, который должен был погибнуть, а он обладает устойчивостью. Но на планете, точнее в ней, живет еще один червяк, так называемый Алгой-Хархой, песчаный гигант. В середине прошлого века американские исследователи искали этих чудовищ в песках Монголии. Но экспедиция закончилась трагедией. Все ученые оказались задушены. Основная версия, что убийца безголовое толстое существо. И на больших глубинах, достаточно больших для большинства организмов, они тоже существуют. Мало кто об этом знает, мы вообще не знаем практически, что таких организмов есть. Человеку не так-то просто заглянуть в подземный мир. Но на планете есть двери в это темное царство, пещеры. Именно там или рядом с ними люди чаще всего и встречают загадочных и опасных обитателей недр. Недавно российские спелеологи покорили самую глубокую из известных расщелин – пещеру Веревкина в Абхазии. Экстремалам удалось спуститься вниз более чем на 2000 метров. Оказалось, что там в полной темноте вовсю кипит жизнь. Есть предположение, что в пустом теле планеты вообще другая цивилизация, но пока это не доказано и не опровергнуто, но оно ставит в тупик многих геологов. Крупных, глубиной больше километра пещер 106. И все они населены животными, которые прекрасно приспособились к жизни под землей. Эти существа обладают причудливым обликом, предпочитают необычный рацион питания и крайне агрессивны. Что ждет экстремалов, рискнувших приблизиться к сердцу земли? Эти кадры сделаны в одной из расщелин в Мексике. Мужчина нашел странное яйцо. Неожиданно из темноты на него выскочила неизвестная тварь. При замедленном повторе видны рога, клыки и горящие глаза зверя. Мужчина в панике спасается бегством. Он уверяет, что встретил пещерного дракона. Следующий экстремал отправился вглубь планеты собственной любимицей по кличке Лили. Я тоже люблю. Для собаки поход в заброшенную шахту оказался последним. Сначала сорви голова и его помощница медленно пробирались по довольно просторным коридорам. Но вдруг Лили почуяла какого-то зверя и рванула от хозяина. Лили Назад любопытная Лили уже не вернулась. Видимо, она стала добычей притаившегося во мраке зверя. Мы знаем мир только, как правило, в той части, в какой мы его уже изучали. Мы совершенно не знаем возможности видоизменения биологических форм. Солнце не зашло, но как-то мрачно, очень мрачно. Автор этого видео слышит в колодце странный звук. Он думает, что там змея, но вместо рептилии видит нечто. Зверь с горящими глазами наблюдал за человеком. Выяснять, что это за тварь, мужчина не стал. А вот в пещеру на поиск приключений отправилась группа подростков. Правда, зайти далеко ребята не успели. Уже через несколько метров на свет фонаря выскочило какое-то животное. Рассмотреть его можно только замедлив видео. Это явно не собака и не кошка. Ведь существо хоть и покрыто шерстью, но передвигается на задних лапах, а возможно и ногах. Сами подростки предположили, что столкнулись с пещерным человеком, который был голоден и решил перекусить незваными гостями. О жителях подземелий утверждают специалисты мы не знаем практически ничего. Но можно предположить, что они значительно выносливее и агрессивнее, чем те, кого мы встречаем на поверхности. Там развивается своеобразный мир. Этот мир отличается немножко от нашего мира, потому что выживать могут только животные, очень своеобразные, которые выдерживают высокую температуру и кислотность. Турист из Индонезии снимал водопад. Неожиданно в кадр попало странное существо. Оно неспешно прошло между скалой и струями воды и скрылось в густом лесу. Если приглядеться, видно, существо очень похоже на человека. Автор видео тут же предположил, живет этот горец в пещерах, которых в этих краях великое множество. А вот это существо встретили в горах ребятишки из Колумбии. Они собирались посетить одну из пещер. Как только подростки приблизились ко входу, из темноты выскочил странный зверь. Здесь тоже можно предположить, что такие пещеры есть. Может ли там жить человек нашего вида? Все может быть. Еще одно видео, которое сложно объяснить. В темноте по скользкой стене расщелины ползет нечто, очень напоминающее человека. На этих кадрах подземного обитателя не видно, зато отчетливо слышны страшные звуки, которые он издает. А вот тут оператор смог запечатлеть мерцающие точки. И он уверен, это не что иное, как глаза очередного обитателя подземного мира. Можно подумать, что эти кадры сняты в космосе. Но нет, это тоже подземелье. В некоторых пещерах обитают сотни тысяч личинок грибного комара. Именно они излучают этот синий или зеленый свет. На него летят бабочки, чтобы стать для будущих комаров обедом. Ну и, разумеется, нельзя забыть о тех, кого люди прозвали пещерными вампирами, о летучих мышах. Эти зверьки далеко не безопасны. Они живут огромными колониями. Вот как маленькие вампиры вылетают под вечер на охоту в Таиланде. В Мексике летучие мыши очень любят присасываться к спящему человеку. Конечно, выпить всю кровь у них не получится, но эти существа переносят массу болезней, в том числе бешенство. Получается, и под землей хватает опасных тварей, с которыми человеку лучше не встречаться. Хищники, которые ведут борьбу за свою среду обитания, домашние животные, которые из милых созданий в одну секунду превращаются в безжалостных убийц. Монстры из океанских глубин, страшные твари подземелья и странные существа из тонкого мира и космоса. Все они абсолютно разные, но есть у них кое-что общее. От этих жутких созданий лучше держаться подальше. Ведь стальные мышцы, крепкие клыки, острые когти и мощные крылья, помноженные на звериную жестокость делают из них страшных тварей-убийц, схватки с которыми победить практически невозможно.